Всем привет, ребята! С вами я, Рик Плей, и сегодня мы возвращаемся в отель. Наш дорогой отель... В общем-то, прикол в том, что кроме бэкдорса этого вашего, добавили много довольно-таки вещей. Как раз-таки конкретно в отеле. Например, вот этот вот новый фонарик. Посмотрите на его дизайн. Вот, вот так он светит. Обалденно, да? Еще куча новых картин, которые вы потом увидите. Ну и, собственно, начинаем проходить Дорс. Тут очень много картин. Еще тут добавили часы. Собственно, часы висят тут. Довольно часто, короче, они появляются. О, какая няшка! Это гоблин! Да, это гоблин. О, какие-то хэллоуинские боссы. Ничего себе. Какие шедевры тут стали понаписывать на акварельных красках или на чем там. Что-то такое там было. Не? О! Кстати, тут новенькое оформление комнат фактически. Прикол в том-то, что вот когда мы поднимаемся под таким вот коридорчиком, то выход может быть не направо, а налево. И в некоторых комнатах, вот куда мы идем обычно, теперь там может быть дюб или там может отсутствовать дверь. Поэтому мы теперь должны следить всегда за тем, куда мы идем. Собственно, новое оформление картин, конечно, радует. Да, Тимоша пришел поздороваться. Ах, нет! Это холт! И смотрите, друзья! Так. Стопай. Так. Разработчики, дорогие вы мои! Ленивые разработчики! Ленивые! Абсолютно ленивые разработчики! То есть, во второй половине коридора с холтом нельзя спрятаться на краю, короче, возле тумбочек. Нельзя за тумбочками спрятаться, ну вот как вы видите, вот. Нельзя, нельзя. А то есть, в первой половине можно? Вот это недоработочка! Ну, хотя бы вторую половину коридора исправили, молодцы! И хорошо, что именно вторую, потому что тебе все равно придется пройти этот коридор и пройти через эту вторую половину. Ну, в первой половине прятаться можно, конечно, недочет, но небольшой. Все равно, во второй половине коридора теперь нельзя прятаться за тумбочками и примыкать к стене. Собственно, у меня нет модификаторов и номер ключа замазан. Ой, господи. Батарейки теперь восстанавливают довольно много. Собственно, в комнатах, где нужно проверять влево-вправо... Заткни. Ты из земли вылез или мне показалось? Серьезно? Свет опять промигал? Опять? Холд появился два раза за одну катку. Такое, конечно, бывает, но очень редко. Что? Собственно, 48-я дверь теперь не всегда. Это этот коридор, который идет зигзагом, который перед фигурой. Собственно, пофиксили баг, когда твой персонаж типа прыгает возле таких вот тумбочек. Теперь я не прыгаю возле этих тумб и все. Нормально, пошли отсюда. Вот эта дверь какого-то странного цвета. Странно. Очень странно. О! Покупаем крестик. Пока, Джефф. Я этот ящик не могу открыть. Могу. Обалдеть, могу. О! О! Ой, кажется, сейчас придет раж. Так, подождите. Гоблин. Оф. Чел, я думал, мы здесь в безопасности. Ничего не произошло. А, Джефф? Джефф! Его нет. Радио? Ммм. Ничего не происходит. Гоблин, чего ты так притих? Что случилось? Раж напугал, да? Бедняга. Надеюсь, все будет хорошо. Ну вот, я так хотел выкупить у Джеффа еще витаминку. Завались. О, Грид. Э? Глаза в темной комнате. И это даже не Гринхаус. Да вы достали. И ты тоже достал. Собственно, раньше была комната, где мы, короче, очень долго поднимались вверх по вот такой вот крутой лестнице. Теперь появилась комната, где мы спускаемся. Собственно, заранее скажу, что с Румсом изменений нет. Поэтому... А? Показалось. А? Нет, не показалось. А? Как я мог его пропустить вот здесь? И да, я потратил только половину фонарика. Да, он какой-то жутко долговечный стал. Оу. Да, Раж в комнате, где спавнятся глаза. У меня нет модификаторов, к слову. И опять же, это не Гринхаус. Кажется, мы не можем спрятаться под кроватью. Господи, мне показалось, это Раж. Мы не можем спрятаться теперь под кроватью вот в этом помещении. В остальных местах мы можем прятаться под кроватями. Так. Сик. Опять Сик. И Раж. Раж теперь может появляться, когда глаза Сика, короче, да. Сама картина называется как... Финн. А вот что это? Что это? Сик исчез. Все исчезло. Дверь открыта. Это происходит у меня уже третью катку подряд. Я не знаю, как это... Подождите. Он здесь? Где-то здесь. Сик. Подождите, я его вижу. Сейчас. Короче, Сик не справился. Ой-ой. Фух. Когда он начинает лететь, звук когда у него появление. Короче, он сам амбуш заставляет героя, типа, трястись. Дрожь такая пробегает. А? Он. Да что это такое? Где ты, скотин? Что происходит? Я присел ненадолго отдохнуть и просто стоял на месте, не двигался. И тут трескаются лампочки вот в этой комнате. И вот в этой комнате. То есть, везде потрескались лампочки. И как бы стало темно. И теперь меня вот эта вот назойливая тварь бесит. Сколько раз он за эти полторы минуты появился, а? Как же бесит. Давайте двигаться в гринхаус. Собственно, тут изменили дизайн и комнат. Да. Жестко изменили. А теперь, ребята, я покажу вам моменты из моих предыдущих записей. Прикол в том, что тут добавили фактически два новых модификатора. Юрили Кенран, который фактически удлинял коридор Сика и ускорял самого Сика немного. Этот модификатор убрали и поставили вот этот. It can run too. Сик бежит очень быстро. И еще добавили дополнительный модификатор к амбушу. After Image. Этот модификатор ускоряет амбуша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А теперь смотрите. У глаз появился скример. О, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это полная жесть. Согласны, ребят? Дредд это монстр на самом деле из Дорс, ээээ... Хард мод, где рипер, ребаунд, там, шокер. Ну, вы поняли. И он теперь здесь. И он теперь здесь. Я удивлен. Ну, в общем, надеюсь, этот мини-обзор на обновление отеля вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, также нажимать на колокольчик, рекомендовать мой канал и эти видео друзьям, чтобы они тоже не скучали, и писать комментарии, можете задавать вопросики, предлагать разные идеи, чтобы я мог как-то еще разнообразить контент. Что ж, всем удачи и всем пока!